Здравствуйте! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я приготовила вот такой вкусный и красивый закусочный торт с грибной начинкой и с творожно-сливочным кремом. Приступим! Для начала мелко нарежем лук. Лук нарезали, отправим это жариться на растительном масле, а тем временем нарежем грибы. Я их промыла, просушила салфеткой и очистила от кожуры. Теперь несколько грибов я нарежу слайсами и отберу из них самые хорошие для украшения. Наиболее вот такие удачные и красивые я отложила для украшения. А остальные я мелко нарежу. Идем к плите. На небольшом количестве растительного масла обжарим лук. Лук наш позолотился, я добавляю сюда грибы. И как только грибы выпустят свой сок, прибавим огонь. Жидкость почти вся выпарилась. Добавляю пол столовой ложки сливочного топлёного масла. Соль. И белый перец. По своему вкусу вы можете сюда добавить чабрец, розмарин, прованские травы. Что вам нравится. Кстати, сюда очень хорошо подойдёт и перец чили. Локины. Грибы готовы. Я переложу их в другую чашу. А в этой сковороде я обжарю грибы, нарезанные для украшения. Орешки слегка обжарила, а теперь порублю, но не очень мелко. Для этого салата я взяла копчёное филе. Нарежем. Приготовим творожный крем. Для этого мне понадобится творожный сыр и сливки. Немного. Взбьём немножко творог. Добавлю чуть-чуть соли. Крем готов. Я переложу его в кондитерский мешок. Осталось собрать торт. Собирать свой торт я буду из вот таких крекеров. Они у меня не солёные. И форму установлю по размеру крекеров. Выложу, посмотрю, сколько сейчас у меня поместится. Я думаю, вот такое количество хватает. Сюда точно так же. Ну а ширину мы так сделаем. А середину мы заполним таким образом. Я поделил крекер пополам и помещу сюда. И так середину заполним половинками крекеров. Вот так. Теперь выложим слой крема. И выровняем лопаткой. Теперь выложим рябную начинку. Выложим опять крекеры. Пройдёмся к крему. Слой курочки. Выровняем. И слегка придавим. Посыпем орешки. И если у кого-то есть аллергия на орехи, то этот этап можно пропустить. Опять грибы. Крема. Тонким слоем, потому что будем украшать. Накрыв стретчем, отправляем в холодильник на несколько часов. Желательно на ночь. А затем украсим и подадим к столу. Украсим поверхность. И так. Накрыв стретчем. И так. Продолжение следует... Вот такая красота у меня получилась. Я кремом покрыла и бока, раз уж это торт, хоть и закусочный. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Не забудьте подписаться, поставить лайк. Этим вы поддержите мой канал. Спасибо, что были со мной.